В Беларуси к Римской католической церкви относит себя каждый седьмой. При этом, если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, где один из супругов католик, а второй православный, можно с уверенностью сказать, Рождество сегодня отмечает едва ли не половина христиан нашей страны. Беларусь всегда отличалась терпимостью, доброжелательностью ко всем религиям и часто в небольших населенных пунктах, где только один храм, на службы приходят верующие разных конфессий. Священники не разделяют людей на католиков и православных, они встречают праздник вместе. О межконфессиональном приходе Елена Бормотова. Старожитную селью, где навык тут опонимится, отзначена усягульная любовь. Живет тут, прикладно, 600 человек, большаясь православная, але довольно шмат религийно смешанных семью. Яны отзначают святы и по Григорийянским, и по Юлиянским календарах. Самый старожитный костел в Беларуси объедула представников разных конфессий. На Емшу во селью приходят католики, православные и протестанты. Это традиции больше за 500 годов, потому что после заведения храма это был один религийный центр в окрузе. И на молитву взбирались представники разных конфессий. Каноны протка у нас шатки не порушают. До этой поры все святы религийного календара яны отзначают сразу. Говорку католицкого святара с православными верниками тут можно почуть довольно часто. Это не редко люди иншей конфессии, присутнейшие на службах. Святочная Емша – традиция кожной семьи. И не важно, что один католик, другие православные. В нашей семье разделения как такового нет. Мы уважаем веру и католическую, и православную. И относимся с большим уважением к одной и другой вере. Вот те традиции, которые были зарождены в нашей семье от папы, католика, мы стараемся их сохранять. Конечно, надо уважать религию и веровознание каждой конфессии, каждого христианина. Поэтому надо праздновать и быть толерантными один до одного. Музычное сопроводжение каждой службы – это справа рук и голосу православных верников. У межрелигийной мясцовости – это норма. Мы должны быть вместе, православные, христиане. Мы должны любить друг друга. Мы должны друг друга поддерживать. И от всего сердца желать друг другу счастья, любви, радости, прославлять друг друга. Я вельми мару об тым, и я думаю, что оно так и будет. Что христиане, они станут больше дружными. Вот они объединуются у своей супольности минавито-христианской, не деляшись на конфессии. Не треба нам делиться, а нам треба быть разом. Чакание народжения Збавителя для верника у час Адвенту. Это час молитвы и рарата у адмысловой святой мши. Обовязковый атрибут каждого дома и каждого храма – вянок с четырьмя свечками, як символ четырех тыднев посту. Бог тоже очень рад тому, что его мысль была и желанием огромным Иисуса, чтобы сделать семью. Поэтому он назвал ее костел, назвал церковь. То есть людей, которые идут к нему вместе, проставляют, любят, прощают, все делают вместе. Но самое важное, я прошу тебя, чтобы мы были едины, одним народом, одной нацией. Святого народжения Збавителя – это час, коли души людей наполняются верой, пяшчотой, добрюней и любовью. Какими б мы не были дорослыми, и какое б на дворье не было за окном, чему стеменовито накаляды, мы, как дети, веры мучаруные. Чудо какое-то свершается. Может, мы его не замечаем, но оно приходит тогда, когда оно нужно человеку. Не только в трудную минуту, но и в хорошую. И это мы прочувствуем, чувствуем своим сердцем. Под час адвенту у храме завсюди пах живой елки. Натуральные материалы выкаристовывают и для створения батлейки со сцены народжения Христа. Такий куток – сердце кожного костела. Его так само разом створали католики и православные. Алена Борматова, Витальдя Шкевич, агентство Телена Вин.